На традиционный отчет перед народными избранниками губернатор приходит ровно в срок. Его доклад изобилует цифрами, они лучше прошлогодних практически во всех сферах. Общая площадь ведетого жилья достигла почти 757 тысяч квадратных метров, или 117% уровнем в 2020 году. По такому развитию Александрская область заняла 4-е место в ЦФО. Объем инвестиций в основном сложился в сумме 73 миллиарда 900 миллионов рублей, что на 12% выше, чем в предыдущем году. Даже в условиях пандемии рынок труда в Рязанской области не просел. Безработица за 1% так и не вышла. В медицине уровень поддержки от властей существенно вырос. Например, появились доплаты выездным бригадам от 10 тысяч водителям до 20 врачам. Открыто 5 новых ФАПов. В этом году к ним добавят еще 12. Для масштабного фронта с коронавирусом в Рязани открыли единый центр вакцинации. Сегодня это главный форпост на пути к ковидных мутаций. Центр рассчитан на ежедневное обслуживание без предварительной записи до полутора тысяч человек. Других регионов, регионных аналогов нашего центра пока нет. В момент устроения необходимости в разных частях города мы открыли 6 пунктов бесплатного экспресс-тестирования. Там ежедневно без выходных работали сотрудники медицинских организаций. Рязанского государственного медицинского университета. Волонтирует. За время работы проведено более 32 с половиной тысячи следований. Выявлено их около 5 тысяч положительных тестов. Одними из первых в стране в Рязани наладили бесплатное получение сенсоров для больных диабетом детей. Это уже даже скорее не медицинский, а социальный прорыв. В самой социалке все подчинялось принципу улучшения благополучия, улучшению комфорта и благоустройства территории. В 2021 году на реализацию инициатива граждан было направлено порядка 300 миллионов рублей. Средства получили 19 муниципальных образований. Выполнены работы в 14 дворовых и 27 общественных территориях. Наши города Кроплино, Сасово и Мечурицы вошли в число победителей всероссийского профильного конкурса. Получили финансирование на свои проекты по благоустройству. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» выполнен в полном объеме. Потрачено больше 5,5 миллиардов рублей, что позволило отремонтировать свыше 265 километров автодорог регионального и местного значения. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Приятного аппетита. Продолжение следует...